Чао-чао! Это мой последний обзор подарков на день рождения. Он у меня уже прошел давным-давно, но подарки продолжаю получать до сих пор. Приехала из Москвы моя подруга Маша и привезла мне что-то, что упаковала в эту коробку. Я как раз не стала при ней скрывать, чтобы взять и снять обзор. И давайте вместе посмотрим, что же там такое. У нас с Машей есть такая традиция, мы все коробки, мы друг другу дарим все в боксах. Это у нас появилось еще с бокса золотого яблока. Мы всегда покупали себе два бокса и вместе их скрывали. Или заказывали какие-то боксы на сервисах с различными косметическими процедурами, с продуктами. И вот так мы друг другу все дарим в боксах, в тех же самых, что и когда-то там получали их. Или передариваем друг другу упаковки. Поэтому у нас упаковка супер экологичная. Всегда кочует из одной рук в другие. Вот в таком мне сегодня новогоднем стиле. Что-то там очень тяжелое. Маша сказала, что там будет все подписано. Мы посмотрим. Из чего будет. Так, вот здесь все такое подписанное. Она сказала, что каждый кулечек подписан, поэтому давайте смотреть. Для занятий и студентов. Первый лот называется так. Для занятий и студентов. Так, для занятий и студентов. О-о-о. Я в этом году себе решила дать такой зарок не покупать канцелярские товары. Имеется в виду не покупать бакноты и ручки, потому что у них очень много. Но в подарок я с удовольствием их получаю. И Маша мне положила в рубрику для занятий студентов. Это фалафель. Это супер наша классная фирма. Блокнот для записи из серии DotGrid. В точку. Вот такой вот толстый блокнотик. И моя сейчас самая любимая марка бумаги. Это Родия. Или Родия. Не знаю, это французская марка. Они во Франции делают очень белая бумага. Классная-классная. Буду скрывать, зачем она здесь. Тоже она в такую вот точку. И очень удобно. У них открывающиеся листы. Очень классная бумага. У меня вот зависит желание писать, желание творить, рисовать. От бумаги и от ручки. Для книг и кино. Следующий лот. Для книг и кино. Для книг и кино. Тоже блокноты. Так, это фалафель. Вот такой вот идеальный планер называется. Собрано вручную в Москве. А6. Некрасов. Вот такой вот. Тоже в точку. С таким вот рисунком. Так, и здесь у нас Малескин. Малескин. Блокнотики. Я обожаю блокнотики Малескин. Потому что они, казалось бы, максимально простые. Вот такой лаконичный дизайн. Блокнотик. Вскругленные углы. Они еще прошиты здесь ниточками. И у них такой кармашек есть. И есть отрывающиеся листочки. Но это настолько удобно сделано. Для тех, кто любит это все. Для тех, кто пишет. Я думаю, что вы можете оценить. Так, для хобби и спорта. Следующий лот. Для хобби и спорта. Такой блокнот. Так, это фалафель. Конфетти. Фаерворк. Видимо, какой-то конфетти фейерверк. Вот такой вот блокнот. Толстенький тоже. И два супермаленьких радиа. У меня таких никогда маленьких не было. Это, наверное, самые маленькие блокнотики. Это, наверное, не 6, а 7 уже. У меня не было никогда только серии. У них есть серия R. Это какая-то супер-классная должна быть бумага. Еще лучше, чем просто бумага. Хотя просто бумага у них тоже великолепная. Вот такие вот малышечки. В два раза меньше, чем такой маленький блокнотик. А7. Ок. Я тоже боюсь. Смотри, что там будет дальше. Для путешествий и приключений. Давайте сделаем ставки, что же там может быть. Так, ну здесь два блокнотика Родия. Они тоже маленькие. Вот такие вот. Примерно. Просто такого. А7 точка. Их два. И вот такой вот на спиральке. Он из чего? Он, наверное, мне кажется, без всего. Без разлиновки. Потому что ничего не написано. Обязательно у них тут написано, что там. А, нет, хотя бы линеечку или клеточку. Так. Так, здесь у нас 24 листа. Маленькие такие малышки. Мне так нравится. Для идей и марафонов. Самый длинный марафон, который у меня есть, это марафон Espresso Unijorn. Дет восьмой год. А еще у меня были марафоны. Я ходила месяц только в платьях. Я ходила месяц только в рубашках. Я ходила только в одежде second hand. Я ходила только в джинсах. Ну, то есть, каждый день в разных джинсах. И марафон сумок у меня еще был. И здесь у нас снова фалафель и малескин. Но уже другие. Вот такие вот синие. Они у нас просто белые, не разлинованные. И последний лот. Так, думаю, что будет. Просто так или в коллекцию. Просто так или в коллекцию. Чего? Боже мой. Так, это какой-то еще один. А, это какой-то малескин. Боже мой. Это какой-то малескин. Азиатская коллекция. Asian collection. Я ни разу такого не видела. Такой расцветки. И он какой-то должен быть еще, по-моему, как будто тряпочный. Тряпичный. Малескин, смотрите, как пришита. Это вообще в коллекцию. Вот здорово, что все блокноты запакованы. Потому что так они могут храниться бесконечно долго. И ничего с ними не будет. То есть они не подвергнутся никаким скривлением, закруглением. Но вот, конечно, вот такой малескин мне не жалко открыть и использовать для своих записей, для заметок. Но вот такой, наверное, это точно Маша написала. Она меня знает в коллекцию, потому что я не смогу его открыть. Есть какая-то еще такая маленькая штучка. Малескин. Так. Как будто спичный коробок, да? Как открывается, даже не знаю. Вытаскивается откуда-то. Пытаюсь открыть, как спичечный коробок. Так. Ладно. Будем рвать. Будем рвать. Малескин, Малескин. Так. Что-то еще написано. Это, знаете, что это такая вещь, которую я давно себе хотела, но я даже не решалась ее себе купить, потому что ты думаешь, ну вот такая вот штучка одна маленькая. Что это такое? Это мой знак зодиака, это козерог. У меня мой знак зодиака есть еще в одной такой штучке из августа. И это по тому, что я смотрела из описаний. Знаете, что должно быть? Надевается или не надевается, не знаю даже. Но я знаю, что вот эта штука, вот эта штука, она должна надеваться на резиночку от блокнота. Так, я сейчас возьму свой электру. Это как раз подарок Маши на мой прошлый день рождения. Здесь я, это у меня не bullet journal, это просто записная книжка, это bullet journal от Лехтрума. Здесь у меня как раз от Маши есть поздравления. И вообще вот эта вот штука должна надеваться каким-то образом на вот эту вот резиночку. Каким-то образом она должна надеваться на эту резиночку, вот так вот. И для персонализации должна находиться. Но здесь, наверное, нужно изучить, как это все сделать. А, это ключик. Представляете, это ключик Малескин, как на айфоне. И он, видимо, открывается как-то, я думаю. Откручивается. Боже мой, это целое, смотрите, целое мероприятие. Я даже не представляла, что это так будет все интересно. И как это будет надеваться. Так, он откручивается. И как-то надевается. В общем, я попробую это потом одеть. И вам, если что, расскажу. Написано, придай своему ноутбуку особую идентичность. Ну, это очень мило. Что придумывают люди, которые помешаны на блокнотиках. Спасибо вам большое за присутствие на обзоре моих подарков. Это уже последние подарки на мой день рождения. И я думаю, что с такими подарками, друзьями, у меня будет проще пройти этот год без покупки блокнотиков. Потому что вот блокнотиков у меня. Плюс вот столько в мою замечательную коллекцию блокнотиков. Чао-чао. Продолжение следует...